На этой неделе по всему Краснодарскому краю прошли ежегодные командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это своеобразный экзамен для кубанских спасателей – проверка готовности всех служб в случае возникновения ЧАЭС. Такой экзамен сдали и спасатели Славянского района. Подробности в первом материале выпуска. В Ишиме идет борьба с водной стихией. За три дня затопило сразу несколько районов города. Пострадало уже порядка 500 домов и тысячи жителей. МЧС усиливает группировку спасателей в Вологодской области. Регион переживает сильнейшие за последние годы наводнения. Тяжелее всего приходится жителям Великого Устюга. В районе города уже потоплены сотни домов. В нескольких регионах страны ликвидируют последствия разгула стихии. В Перми энергетики восстанавливают подстанции после грозового фронта, который оставил без света более 9 тысяч человек. Это сводки из федеральных новостей. Сложная поводковая ситуация сложилась во многих регионах нашей страны. Более ста населенных пунктов России борются со стихией. Чтобы встретить капризы погоды во всеоружии, в Славянске-на-Кубани ежегодно проводятся командно-штабные учения. Из-за продолжительных осадков уровень реки Кубани-Протоки резко повысился. Возникла угроза подтопления некоторых населенных пунктов Славянского района. Так звучит одна из легенд командно-штабных учений, которые в течение нескольких дней проводились на территории нашего муниципального образования. В отработке алгоритма действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий, приняли участие представители районной и поселенческих администраций, сотрудники управления по делам ГОИЧС, руководители предприятий. «Цели реализации данной вводной и учения достигнуты. Все обучаемые получили практику в управлении данными вопросами, в слаженности действий, понимании и сложности тех задач, которые перед ними стояли. С задачами справились». Командно-штабные учения на территории нашего района проходили в течение трёх дней. В первый день провели заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, где проверили готовность всех сил и средств. На следующий день также прошло совещание, где главы поселений совместно с представителями управления гражданской обороны отработали основные принципы взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением, определили основные задачи. После теории приступили к практике. Был смоделирован прорыв дамбы из-за резкого подъёма воды в реке Протока в хуторе Нищадимовском. Подробно описаны действия в случае ЧАЭС по эвакуации людей. Определены места их временного размещения, организации питания, предоставления медицинской помощи. В завершении заседания главам поселений было поручено регулярно проводить обследование состояния дамб обвалования. В заключительный третий день проверили готовность служб в случае возникновения пожара. Командно-штабные учения показали, что служба спасения, полиция, скорая и пожарная охрана исправно взаимодействуют между собой. В случае возникновения чрезвычайной ситуации они готовы к выполнению своего служебного долга. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».